Мир вам и Божье благословение! Спиридон Тремифунский, так как и Николай Чудотворец, проставился защитой Святой Церкви и ее учения на Вселенских Соборах, на Первом Соборе. Особенно своей жизнью он проявлял к людям милосердие абсолютное. А после кончины и по сей день, сколько бы к нему ни обращалось, он участвует в воспитании человека, в поддержке и помощи. В болезнях, в материальных делах, в личной устройстве судьбы, в сохранении своих домашних животных и полей, он до конца дней своих пас овец, ходил по полям, трудился и был честнейшим христианином православным. И по сей день, обращаясь к Николаю Чудотворцу, мы всегда просим испиридонушку Тремифунского и ездим к его мощам на Корфу, потому что сам пример безкорыстной любви к жизни и к человеку, и к труду поражает нас и укрепляет к покаянию и обречает наше недостоинство, которое мы иногда, а иногда и каждый день проявляем к жизни. Его святость – это святость Духа Святаго и чистота Господа Иисуса Христа. Глубокая вера в его участие в нашей жизни действительно облегчает жизнь человечества, и, конечно, это доступно только верующему человеку. Его молитвами, Господи Иисусе Христе Божий наш, спаси, помилуй нас и благослови нас, Отец наш Спиридон Тремифунский. Зачем на иконы в храмах увешают драгоценности? Это жертва. Ведь жертва всегда приносится самым ценным. Вообще-то драгоценные камни, драгоценные металлы должны служить обществу и Богу. Это не украшение. Это сила Божья и знак божественной чистоты. И всегда и Господь сам повелел, когда создавалась кинья и драгоценнейших металлов, потому что с ними связано материальное существование и быт рода человеческого. они стали прародителями денежной системы финансовой, на которой сегодня мы видим злобу мира и милосердие мира и видим ценность жизни человеческой и его труда. Поэтому и приносят самое дорогое – колечко золотое, любимое, крестик, или по ногею архиерей отдает, молился там святому или матери Божией. И не доведи Господь использовать это в мирских делах. Все, что накапливается, нужно обращать в украшение святыни, иконы, храма. Или так и лежит где-то в хранилищах монастырей или храмов как неприкосновенный дар. На время, если надо, забрать это все и выкупить людей, как Афон делал. Или когда голод, обретать и покупать пищу, продукты так же всегда поступали где-то в других странах, нехристианских. Вот что значит эта жертва. Это жертва вечного милосердия. Каждый год этот вопрос у нас звучит. Что делать на Новый год? Пить ли водку, есть ли сало с колбасой гусятину или курятину? Да вы можете есть, пить, плясать и грешить. От того, как человек вы не изменитесь. Но что будет с вашей душой? Верующие уклоняются от таких застолий. А если приходят, то выбирают. Ну, семья, близкие, знакомые. И верующие, верующие, неверующие, все поздравляют. Это же не грех. Но выберите винегрет. В конце концов, выберите рыбное что-то, овощное. А алкоголем злоупотреблять Бог не повелевает. Примите два глотка вина и какого-то напитка, ибо и вино веселит сердце человека. А не упиваться. Но лучше не делать. Пост это не уныние и не плачь. Ничего нет сложного и страшного, если вы будете благословлять Новый год. и не огорчите ближних, которые хотят вас видеть. Но лучше уклониться, перекреститься, помолиться, выключить свет, лишь спать и радоваться в Рождество, а потом в Старый Новый год. Но кто любит Новый год, особенно младшее поколение, вырасти при советской власти, празднуйте его, не нарушая поста развратом алкоголем, обжорством. А благословляйте. И с детьми радуйтесь. Минают те времена, как и мы. И каждый миг жизни ценен. Поэтому Новый год также благословение Божье нашей жизни. Мир вам и Божье благословение. И да будет у всех празднующих, не празднующих Новый год благословенный наступающий год. Спасительный и добрый. Редактор субтитров